Уголовные дела возбуждены по факту лесных пожаров, которые с новой силой разгорелись в трех российских регионах. Под ударом стихии на этот раз по Волжье. Только в Волгоградской области сгорели 380 жилых домов, погибли 8 человек. Сюда, а также в Саратовскую и Самарскую области переброшены дополнительные силы МЧС. Уже появились заявления о том, что последствия могли бы быть не такими значительными, если бы не чиновничье разгильдяйство, человеческий фактор и износ сетей. Игорь Скворцов обо всем подробнее. В Волгоградской области лесные пожары тушили всю ночь. Военные сотрудники МЧС. Всего более тысячи человек и почти 200 единиц техники. К утру большинство очагов возгорания были локализованы. Ночью над районами, охваченными огнем, пошел дождь. Продержавшись сутки, волгоградцы дождались подкрепления. В область вечером прилетели самолеты МЧС и с утра не приступили к работе. Распространение огня удалось остановить, но он успел уничтожить почти 400 жилых домов. У меня сваха сгорела. Вот он дома, вертится вертушка, полностью сваха с ребенком. У нее ребенок маленький, это с дочкой, это одиночка. И это самые, вот они сейчас у моего сына все. И сват старый тоже, это самые родители. Сгорели у них тоже. По словам спасателей, в некоторых районах выгорание деревень можно было бы предотвратить, но подвели коммунальщики. Гидранты стоят, воды нет, тут три насоса сгорелы, кабель там или что меняли, я не знаю. В чем дело, тут три, на каждой улице по гидранту есть. Но воды нет тут два месяца. В действиях местных чиновников Средственный комитет усмотрел преступную халатность. Государством выделяются значительные денежные средства, как на профилактику подобных стихийных бествий, так и на содержание чиновничьего аппарата. Задачу которого входит именно освоение и грамотное применение этих средств. Вот как раз выполнение должностными лицами своих непосредственных обязанностей, от которых зависит человеческая жизнь, и будет подвергнута жесткой оценке в рамках расследования этих уголовных дел. Ночью обострилась ситуация под Самарой. Огонь идет по верхам, подбираясь к Тольятти. Видимость на дорогах в Самарской области не превышает 50 метров. У каждой автозаправки дежурят пожарные машины. Быстрому распространению огня способствовал сильный порывистый ветер. Несмотря на то, что практически сразу была создана достаточно большая группировка, из-за особенностей погодных условий локализовать быстро огонь не удалось. В Саратовской области лес вспыхнул сразу в нескольких районах. По информации местного МЧС, очагом пожаров стала загоревшаяся трава в Петровском районе. Виной этому стал обрыв линий электропередач. Из-за сильного ветра огонь добрался до домов, уничтожив 30 построек. Большинство из них – жилые дома. В области выгорело более 300 гектаров леса. Температура воздуха в Поволжье по-прежнему под 30 и сильный ветер. По прогнозам, такая погода сохранится все выходные. Небольшие дожди пойдут только в понедельник. Вся надежда сейчас на авиацию МЧС. Егор Скворцов, Вести. Президент России, который сейчас находится с визитом в Азербайджане, постоянно получает информацию о ситуации с пожарами. О том, как идет ликвидация очагов возгорания, главе государства доложил Сергей Шойгу. Кроме того, по поручению Медведева, в Волгоградскую область направляется министр регионального развития Виктор Басаргин. Он должен проконтролировать, чтобы сгоревшее жилье было как можно скорее восстановлено. За помощь в тушении лесных пожаров российский президент поблагодарил Ильхама Алиева на пресс-конференции по итогам переговоров в Баку. Дмитрий Медведев напомнил, что Азербайджан в августе одним из первых протянул России руку помощи. В этом году в Российской Федерации случилась беда. Очень много сгорело населенных пунктов. Пострадали люди, погибли люди. Даже сейчас, уже осенью, продолжают бушевать пожары. Вчера пострадали две наших области. Пострадали населенные пункты. Люди пострадали. Обязательно мы, конечно, будем все это восстанавливать. Но особенно важно, конечно, когда вот в такой трудной ситуации, а в трудную ситуацию может попасть даже такая крупная страна с развитым экономическим потенциалом, как Россия, когда близкие друзья протягивают руку помощи. Еще раз большое спасибо Алькому Гидаровичу за то, что было сделано. Ситуацию с лесными пожарами Владимир Путин обсудил с главой МЧС. Сергей Шойгу предложил создать специальную комиссию из сотрудников Минрегиона, Минздравсосразвития и МЧС, чтобы оперативно решать проблемы погорельцев. Премьер идеи поддержал и, в свою очередь, распорядился выделить 1 миллиард рублей пострадавшим регионам. Готовлено уже распоряжение правительства, я его сейчас подписал, вам отдам, о выделении дополнительных средств, финансовой помощи в Волгоградской и Саратовской области в объеме 1 миллиарда рублей. Это деньги на компенсацию за утраченное имущество гражданам. Это средства на строительство инфраструктуры и жилых домов. Соответствующая комиссия, по вашему предложению, будет сформирована. Прошу вас незамедлительно приступить к работе. И сегодня же о работе Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Путину рассказывал представитель Совета директоров предприятия Владимир Лисин. Отвечая на вопрос премьера о масштабных проектах, Лисин отметил строительство в Липецке доменной печи, подобных которой они создавали со времен Советского Союза. Она позволит комбинату увеличить производство стали на 40%. Продолжение следует...